видео журнал горячий мастер представляет окна мечты много ошибок и заблуждений очень много зрителей у меня спрашивают какие у меня окна деревянные или пластиковые я говорю что деревянные окна это очень хорошо во многих домах стоят деревянные окна с позапрошлого века и прекрасно служат но все зависит от того материала именно того вида дерева из которого они сделаны есть дубовые оконные рамы которые совершенно не сгнили и не потеряли свои формы но есть такие деревянные рамы которые действительно сгнивают за 15-20 лет все зависит именно от сорта древесины но в то же время люди не унимаются и говорят какие бы окна вы себе поставили да я сейчас стою перед выбором какие окна поставить в один из своих домов и действительно этот вопрос оказался очень сложный потому что ввиду того что сырая погода бывает довольно часто окна действительно теряют свой вид но в то же время пластикой в окна они мешают нормально спать насколько я представляю и насколько я испытывал эти окна проживая в тех или иных помещениях пластиковыми окнами но в них есть положительный момент что их не надо ни красить никак еще обслуживать просто открыл и закрыл и срок службы получается примерно равный с деревянными окнами низкого качества в итоге что же сделать что же подсказать тем людям которые хотят узнать мое мнение что же делать мне самому какие окна выбрать я хотел вам рассказать обо всех сомнениях которые так сказать меня огложат и с которыми я могу с вами поделиться да люди скажут мастер опять напустит на нас жути опять нам расскажут какие-то ужасы я вам говорю что люди сталкиваются перед вопросом какие окна выбрать на стадии когда уже практически выдраны старые окна то есть люди получают объект в таком виде которым окна которые были уже как правило либо негодны либо не устраивают того человека который будет жить в этом помещении так и моем случае я хочу поставить окна хорошие окна самые лучшие окна какие могут быть на белом свете но я не знаю какие же окна являются самыми лучшими чтобы те оконные проемы которые я должен заполнить были заполнены хорошими окнами я вам теперь хочу сказать все свои опасения и также спросить вас а а почему вы боитесь ставить мои уважаемые зрители окна во все стены ваших домов вот я вам показываю вот такой кадр где абсолютно глухая стена дома и на ней нет никаких окон чего боятся люди когда строят вот такие вот абсолютно глухие стены не дав шанса и возможности что в этой стене появится окно но если она и появится появилась бы то это было бы уже значительно дороже а есть такие дома в которых действительно много окон также и в одном из моих домов очень много окон и окон довольно больших есть окна 2 на 2 метра и в то же время когда я планировал какую сторону будут выходить у меня окна а спланировал эти окна действительно я сам и решил что я подожду до поры до времени и буду пользоваться всеми окнами какие есть но так получилось что ни одного лишнего окна моем доме не оказалось и все окна действительно выполняют туфу какую мне нужно но в то же время если вы изначально заложите вашем доме некоторые излишек окон то в последующем вы сможете некоторые из этих окон просто удалить когда уже сложится вся обстановка вокруг вашего дома по всем факторам которые могут влиять независимо от вас и от вашего поведения представляете что вы построили дом и в нем минимум окон по одному окну на каждую сторон и дом у вас не одноэтажный или вы построили небольшой дом но у вас все окна огромные как будто это у вас не дом аквариум или витрина магазина что же быть как вообще быть что делать в таком случае я вам скажу что вот даже на этом фото радиатор который установлен под этим окном он будет совершенно недостаточно для того чтобы отапливать помещение и также прогревать это окно которое будет течь и сырость будет так или иначе впитываться в этот материал который из чего построен дом влагопоглощающий довольно таки очень конечно если с вашего окна есть вид на море то неважно сколько стекла вашем окне но если вы построили вот такие вот шикарные стены стеклянные раздвижные на юге то хорошо но если вы живете на севере и зима посмотрите какая интересная картинка забрела ко мне прислал один из зрителей он где-то ее в интернете нарыл и что написано теплое стекле теплое остекление веранды позволяет использовать ее в зимнее время года то есть на этой картинке нарисовано что кто-то сделает вам теплое остекление веранды я вам хочу рассказать анекдот когда-то я стоял прятался от дождя на набережной естественно где-то на море и маленькая девочка своей бабушке на ухо шепчет бабушка бабушка сзади нас продается теплое мороженое давай купим бабушка говорит дорогая родная тепло мороженого не бывает а девочка понимаете она же не дурочка она все-таки хоть маленькая блондинка но она не дурочка она бабушку решила наколоть сказав что это мороженое теплое и что она его купит и они могут его поесть как не бывает теплого мороженого так не бывает теплых окон окно на самом деле не греет а наоборот остужает и поэтому не поддавайтесь на вот такие вот шутки наверное именно поэтому люди некоторые закладывают себе такие маленькие окна действительно как сквозные отверстия скворечники наверное боясь каких-то теплопотерь чтобы эти окна не остужали дом буквально эти окна могут быть как слуховые окна чердака как в данном примере вы видите дом справа имеет такие маленькие окна и дом слева имеет точно такое же чердачное окно но такие окна можно найти не ужели только я вижу один вот подобные интересные решения когда окошки делаются в таком виде что в это окно невозможно даже голову высунуть но возможно это какое-то какой-то замысел тех людей кто строит подобные дома может быть чего-то боятся эти люди отгородившись от всего света глухой стеной я говорю да конечно есть такие факторы которых стоит опасаться и они бывают часто непреодолимые и поэтому люди думают если мы изначально поставим одно окно на каждую стену то уж точно нам в окна не будет видно утятник который появился по соседству за забором и утки они не только крякают но они еще и пахнут этот утятник пахнет довольно жутко но самое трудное чего из чего не избежать это как правило собаки соседа и поэтому если вы стена у вас будет на одну сторону глухая конечно это будет вам немножко легче но а если все четыре то и так того легче самое страшное это когда не удается избежать того что рядом по соседству с вами образуется действительно что-то наподобие кого-то морозильного комбината или химкомбината и стена соседского дома может обрасти вот таким вот промышленным оборудованием такая вот про вентиляции может возникнуть просто на ровном месте и в этом случае конечно да в таком случае многие просто-напросто закладывают наглухо кирпичом свои окна которые выходят на вот такое вот недоброе соседство что делать такова жизнь но только в этом случае вы можете превратить свою стену действительно в глухую крепость внимание если вы сами не соблюдаете нормы отступа от границ участка соседа то с вами могут возникнуть вот такие вот истории когда за вашей стеной вплотную может возникнуть другая стена независимо от того имеете вы окна на эту сторону или нет многим кажется что если имеется окно то сосед не имеет права его закрывать как бы не так вам скажу что вы сами нарушили нормы отступа и поэтому получили как говорят в одной из интересных стран за океаном получили то что получили окна бывают разные это сегодня лозунг нашего выпуска окна бывают все всевозможные и ставить их можно по-разному и вот это самое проблемное место которое меня больше всего беспокоит окна ставят не только хотите к верх ногами хотите боком и еще как то но есть такие варианты когда окна просто действительно заподлицо с внешней стеной устанавливают сегодняшние так называемые новоявленные нормы почему-то говорят что так можно делать и никто при этом не объясняет почему на одном доме мы можем увидеть окно установленное заподлицо со стеной и с другой стены на другой стене этого же дома эти окна установлены совершенно иначе они установлены уже заподлицо с внутренней стеной дома то есть получается что подоконник вот такой неимоверно широкий с наружной стороны в общем вы понимаете что я вам такие загадки заказываю кто имеет на это ответ и пожалуйста напишите я послушаю а потом даже скажу кто дал самый интересный ответ другим зрителям будет это очень полезно вы понимаете вот такие вот решения кто-то говорит возможно мастерам было так удобно ставить окна а кто-то говорит что когда окно вынесено на внешнюю стену то она как-то помогает тепло сбережению дома я тоже считаю что есть такой вариант когда окно чем больше выходит на улицу тем больше способствует тепло сбережению дома но в то же время люди на юге вот этот прекрасный дом находится в алуште мне сказали что те люди которые установили свои окна с внешней стороны то эти окна больше прогревается солнцем и больше нагревает дом а когда окна вот так вот утоплены внутрь стены когда стена действительно своей толщиной и массой позволяет это сделать то в таком случае эти окна не нагреваются на солнце получается что эти окна имеют собственный так называемый козырек но это конечно просто только мнение теперь я хотел остановить свое внимание вот на то что раньше по нормам был вот такая была вот такая четверть за которую устанавливали устанавливали эти окна видите в данном случае старые окна убрали установили новые окна и уже отступили от этой четверти уже внутрь дома чтобы но я не знаю чем руководствовались те люди которые именно вот так сделали но я вам скажу что вся вот эта история с этой четвертью на окнах пришла из англии когда в англии решили бороться с уничтожающими города пожарами каменные дома или дома которые были оштукатурены которые на самом деле не каменные в них было придумано выпускать вот такую четверть на окна чтобы этой четвертью скрывать косяк самой рамы так как действительно в доме мало горящих материалов с внешней стороны дома что может загореться от нагрева от пожара напротив и решили вот этот косяк рамы прятать за вот эту каменную кладку это был такой вариант спасения домов от пожаров от тех пожаров которые распространяются по городу и оттуда пошла вот эта традиция по мировому строительству прятать вот эти вот косяки рам за такую четверть но наше время конечно насчет городских пожаров уже ситуация не так жутко выглядит но по крайней мере я вам сказал зачем вот так вот делалось откуда пошла вот эта традиция если вам окна совсем не нужны вы конечно же можете их просто-напросто заложить наглухо как я вам говорю если ваш квартира располагается рядом с шумной улицей которая может быть утром выглядит тихо и мило а днем вечером и ближе к ночи превращается во что-то шумное то действительно можно окна заглушить это если вам так этого хочется но я нашел вот такой вот интересный дом в краснодаре и мне сказали что окна выглядят так потому что на улице просто жарко да возможно это такой выход что на улице жарко а вы окна закрыли деревянными ставнями внутри всего пропенили и вам уже нисколько на самом деле уже не жарко но столько перечислил я вам всяких своих уже фобий и сомнений что как же мне поставить окна на те места которые я уже подготовил кто мне их подготовит кто построит мне эти окна я действительно не могу найти такого ответственного производителя который скажет что я имею честь поставить такие окна и буду гордиться своим трудом а каким бы людям я не обращался конечно таким предприятием местного значения все говорят что окна у нас самые лучшие материалы у нас самые долговечные и поставить мы их можем хотите за полчаса хотите за 15 минут но все-таки я решив поставить самые хорошие на свете окна все-таки действительно должны отнестись к этому с должной ответственностью чтобы потом уже поделиться с вами своим мнением о том как действительно служат самые настоящие лучшие окна на свете окна это такая вещь которая бывает полезна не только людям но бывает полезна даже котика и поэтому если вы поставите окно правильно то на подоконнике может сидеть отдыхать котик а если вы окно поставите как-то иначе то на этом окне даже закрытым стеклом может сидеть даже песик конечно это шутка вот это отличный выгул для собаки такой вольер я нашел в тбилиси конечно прекрасный песик и прекрасно у него площадка для прогулок хозяева позаботились не только о себе но о том животном который может гулять в их отсутствие еще одни такие вот у меня есть опасения действительно одно из самых важных жутких опасений вы знаете про обезьяну с гранатой наверное знаете но теперь вы должны знать еще про обезьяну с перфоратором иногда такие обезьяны ставят окна и когда ставят окна то вот этим перфоратором изнутри не глядя что происходит на улице они расхерачивают вот так фасад любого дома вот таким образом изуродован фасад памятника архитектуры старинной пожарной части в санкт-петербурге и та обезьяна с перфоратором которая расхерачила весь этот проем оконный чтобы вставить какие-то дешманские окна просто раздолбала все что было уже там веками держалась и я приготовил массу таких примеров когда запустив такого человека к себе в дом он изнутри долбит этой адской машиной для того чтобы подготовить как можно больше места чтобы вставить туда раму несмотря на то что происходит снаружи вот посмотрите как еще в одном историческом памятнике было были снесены вот эти вот все такие оформления лепниной по стене что действительно стена оказался манной что все пообваливалась и вот такой вот бардак получился для сравнения видите по соседству окно было установлено нормальным человеком который не вынес пол дома для того чтобы вставить вот эту раму конечно этот дом разделены квартиры и один из соседей все-таки ставив окно пригласил того самого обезьяну с перфоратором подобные истории я вам могу показывать без конца вот еще один памятник архитектуры которому тоже подходил такой человек с перфоратором который просто снес не только элементы штукатурки но и даже каменную облицовку дома которая была выполнена вручную сотню лет назад действительно ничего в этом сложного нет взять и испортить то что было сделано действительно руками и служила век просто если вы заказываете чтобы вам установили окна если ваш дом действительно имеет какую-то ценность вы должны стоять с внешней стороны дома и смотреть что у вас там будет отваливаться потому что были такие случаи когда с исторических домов отпадали огромные фасады с орнаментами которые имеют огромную художественную ценность и если вам вот такая обезьяна с гранатой творит вот такой вот бардак то вы должны сначала предупредить что если будут происходить подобные истории то вы этого не потерпите что будет компенсация за счет той стороны которая будет все это делать понимаете что тот человек который выполняет он должен делать не только уметь стяжкой делать но должен понимать что если вы заказываете окна то вы не должны разрушать при этом дом если ваши мастера разрушает дом это значит вы разрушаете дом поэтому к этому делу нужно относиться с большущей ответственностью но за всеми вот этими проблемами я хотел с вами поделиться еще своим очень интересным ярким впечатлением я нашел вот такое вот окно которое установлено на крыше у меня есть видео про окна про окна на крыше и про многие темы про которые вам рассказал ссылки в описании посмотрите какое прекрасно окно установлено на вот этой вот пристройки такой вот аккуратный второй свет верхнюю верхнее освещение с потолка человек сделал для того чтобы действительно у него было уютнее в его прихожке таких вариантов чтобы показать вам у нас действительно много и эта тема действительно не для одного разговора по каждому вопросу который вы сегодня услышали у нас будет подробный выпуск и мы будем разговаривать о всех окнах по отдельности уже о их свойствах и качествах но самое главное у меня вот та моя так сказать проблема что я ищу того кто вне построит самые лучшие окна на свете она действительно очень животрепещущие если кто-то может действительно и гордится своим трудом мы сможем с вами договориться и я поставлю ваши окна но в то же время я мечтал чтобы у меня окна будут иметь зеркальное покрытие и во многих местах я встречаю такие окна которые когда-то были зеркальными а теперь они совсем не зеркальные и выглядят они так как будто эти окна просто никто никогда не мыл действительно это жуткая история мне эта история не нравится и никто не может гарантировать и никто не может толком даже сказать что за окна действительно у нас зеркальные в какую сторону чего они там зеркалят никто ни один из менеджеров мне не сказал в какую сторону эти окна работают как теплосберегающие они сберегают тепло улицы или тепло дома они не пускают мне в дом солнечный свет или солнечное тепло или не выпускают на улицу тепло моего дома я обратился в 15 или 16 всевозможных контор и нигде менеджер мне так ничего толком и не объяснил что за напыление на стеклах и в какую сторону она работает какие свойства мне дали пощупать как инфракрасная лампа греет мою руку но не объяснили в какую сторону она меня будет защищать поэтому походив по этим предприятиям я понял что мне нужно искать более ответственного производителя который действительно построит хорошие окна и я потом смогу рассказать вам какие же действительно окна самые хорошие окна на свете я не знаю деревянные они будут или пластиковые а может быть алюминиевые кто-то скажет а что такое алюминиевые окна да на самом деле окна бывают разные и когда я найду такого производителя я вам расскажу какие же на самом деле бывают хорошие окна и и и и и